Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о своем ледобуре, либо как в простонародье их называют, буре для, соответственно, зимней рыбалки, для бурения лунок. Моделька у нас от российской компании Тонар, и модель сама называется LR-130D. Кстати, данный бур приобретался мной очень давно. На сегодняшний момент, в принципе, эти буры не сильно изменились. Немножко у них в комплектации улучшения некоторые произошли, но не суть того. Долгим временем я не использовал этот бур, так как зимней рыбалкой сильно не занимался. В определенные периоды начал заниматься зимней рыбалкой и, соответственно, начал использовать данный бур. Ну, сразу, наверное, озвучу его общие характеристики. Длина его в разложенном виде составляет порядка полутора метров. В сложенном виде он составляет где-то около 80 сантиметров. Вес его около 2,5 килограмм. Максимальная глубина бурения 1 метр. Ну, и, соответственно, диаметр бурения лунки это 130 миллиметров. Ну, то есть, 13 сантиметров. Многие, скажем так, некоторые немножко отзываются о нем, что у него, мол, шнек коротковатый. Ну, однако, я полметра спокойно бурю данным буром и абсолютно никаких проблем не вызывает у меня использование данного бура. Ну, сейчас я покажу сразу сам бур. Идёт с таким вот чехлом он. Соответственно, ручки здесь довольно-таки надёжные и так далее. Многие грешат на вот эту пластиковую гайку. Ну, если я не ошибаюсь, сейчас, по-моему, уже заменили тонаровцы металлической. Ну, в принципе, это не проблема. Можно купить такой барашек, в принципе, в абсолютно любом строительном магазине. Ну, именно полностью металлический. И заменить его. Ну, в принципе, я пользуюсь. У меня проблем пока с этим не было. Ну, здесь всё по классике. В новой комплектации, если я не ошибаюсь, у них добавилась такая фиксация для бура в сложенном виде. То есть, два зажима идут, и они, соответственно, спаяны между собой. То есть, мы защёлкиваем зажим сюда, и у нас бур уже не раскладывается в сложенном виде. Я здесь использую обычную ленточную липучку. Обматываю пару витков, и бур отлично держится. Переношу я его за данную рукоять. Здесь, в принципе, с этим проблем нет. И, если я не ошибаюсь, я с комплектацией вот эти вот чёрные защитные чехлы. У меня ещё вот такой вот жёлтенький чехольчик. Здесь ножи я уже менял у данного бура. Родные сейчас покажу я. Коробок немножко других ножей. Родные ножи выглядят таким вот образом. Это ступенчатые ножи. Бурят они, в принципе, неплохо. Ну, на мой взгляд, показалось, они сильно врезаются в лёд. И, ну, приходится, скажем так, немного нагружать руки. Прикладывать некое усилие, чтобы пробурить лунку. Ну, и при поиске хищника, мы, как правило, охочусь я за щукой, делаем много лунок, и руки начинают со временем уставать. Посоветовали мне другие ножи, тоже от компании Таранара. Это как раз упаковочка от них. Называются они скат. Ножи сами выглядят таким вот образом. Они идут на болтовом креплении. С последней рыбалки немножко не смазал ножи. Окислились они у меня. То есть, здесь болтовое крепление вместо, скажем так, данных винтов, которые шли с родными ножами. Ну, это, скажем так, создана конструкция данных ножей. Можно видеть тоже. Ножи выглядят вот эти таким вот образом. С этими ножами бурить стало намного легче. Абсолютно никаких проблем. Кстати, на данных ступенчатых ножах у меня немножко вот обломился, если можно видеть, кончик. То есть, с ними нужно быть с родными ножами аккуратнее. Не сильно ставить на лед, не бросать, ну, и так далее, в принципе. Чтобы кончики вот так вот не отлетали. Так. Ну, раскладывать бур, я думаю, смысла нет. Здесь всё понятно. Единственное, скажу такие нюансы. Отлично поступили тонаровцы тем, что отверстие у них вот здесь вот заварено, запаяно. То есть, крепление немножко сделано, по-другому, в отличие от других буров. И, как можно видеть, вот эти трубки у нас, они не имеют доступа вовнутрь. Ну, и, соответственно, с обратной стороны. Ну, и у нас то же самое. Здесь всё заварено. То есть, у нас вода туда никак не попадёт, не замёрзнет. И, соответственно, бур из-за этого не станет тяжелее. То есть, в этом плане здесь всё предусмотрено. Смотрел некоторые тесты по поводу бурения лунки. Якобы вот в это отверстие иногда, скажем так, вырабатывается такая лёд. В общем, остаётся такая шишечка ото льда. И, мол, бур перестаёт бурить. Бывают такие нюансы, но это абсолютно вообще не проблема. Просто в момент вращения, если чувствуем, что что-то начинает, скажем так, бурда начинает подзависать на чём-то, условно говоря. Немножко влево, либо вправо слегка прям наклонили бур, и всё, бурда дальше пошёл бурить. Вообще никаких проблем у меня это не вызывает. Не знаю, многим, может, это что-то как-то не нравится. Ну, я говорю, это абсолютно никакая не проблема. При желании, если у кого-то есть желание, можно сюда что-нибудь, капнуть сварки. Ну, абсолютно это лишнее, опять же. Бур за свой ценник мне очень и очень сильно нравится. Очень он грамотно, скажем так, продуман, очень качественно сделан. И здесь абсолютно никаких проблем при использовании. Пока что он мне ничего не доставлял. Единственное, нужно аккуратнее, конечно, обращаться с ним. Если за ломку где-то мы его сильно притопили, или цепляемся, или что, не нужно его дурняком рвать, либо когда он у нас застоприл, чтобы не погнуть сам шнек, ну и так далее. То есть, в принципе, аккуратное использование, и бур прослужит очень и очень долго. Данный бур можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-магазин. Также в описании под видео оставлю промокод рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok